Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава книги «Исход», перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет», читаю его. Третья глава, собственно, начало процесса заключения Завета, вот назовем это так. А первая, вторая история про Моисея, история про то, как все плохо у израильтян, как рождается младенец, которого должны были бы убить, но которого спасают женщины, причем это происходит несколько раз, несколько разных женщин в разных ролях его избавляют от опасности. И вот он-то мы и знаем, уже, наверное, догадываемся, и даже первые читатели и слушатели уже что-то знали об этом человеке. Он Моисей, он тот пророк, который выйдет израильтян из Египта и заключит Завет с Богом. Но пока что он у нас в изгнании, пока что он в Мадиаме пасет овец у своего тестя и совершенно не собирается никого ниоткуда выводить, у него своя частная жизнь. Моисей пасовет своего тестя, медианского жреца Итро. Однажды он ушел со стадом далеко в пустыню и оказался близ Божьей горы Харива. Ну, по-видимому, это та самая гора, которую сегодня называют горой Синай, но вот не расставлены эти таблички, поэтому мы не можем быть стопроцентно уверены в этом. Там ему явился ангел Господень, как огонь, горящий внутри куста. Моисей увидел, куст горит, но не сгорает. Пойду посмотрю на это чудо поближе, подумал он. Почему не сгорает куст? Какое странное явление. Господь является в виде ангела. Так мы привыкли это видеть в книге Бытия. Скажем, Господь говорил с Авраамом, это было три ангела. Или в виде какого-то великого явления про Илью, мы потом будем читать про то, как землетрясение, вихрь, пламень, но не в них Господь о веянии тихого ветра. А здесь что-то такое повседневное, горящий куст. Люди, кстати, пытаются объяснить, что вот есть кусты, которые выделяют, там в Синайской пустыне, выделяют эфирные масла, эти масла горючие, если, допустим, их поджечь, то будет такое легкое пламя над кустом, которое не будет, однако, ему вредить. Но мы вряд ли можем это описать как нечто естественное, когда текст говорит, что это нечто сверхъестественное. А вот что видит пастух в пустыне? Не так много всего, с нашей точки зрения, со своей точки зрения очень даже много, да, видит небо, землю, камни, кусты. И вот Господь спускается к Моисею, сходит на его уровень, чтобы с ним поговорить. И ему для этого не нужно какое-то великое событие, откровение, потом оно будет, да. В этой же книге Исход мы прочитаем про дарование закона на горе Синай, там Гластрубное и все такое прочее. Но это может быть что-то очень задушевное, простое, вот такое, на уровне буквально повседневной жизни. Вот куст горит, и все. Что это такое? Увидел Господь, что Моисей подошел посмотреть и воззвал Бог к Моисею из горящего куста. Моисей, Моисей, да, отозвался тот. Бог сказал, не приближайся, сними сандалии, место, где ты стоишь, свято. С тех пор, кстати, вот в исламе даже очень хорошо знаком этот обычай, при входе в священное место в мечеть снимают обувь. Почему? Потому что обувь это то, на чем грязь, пыль. Вот мы попираем обувью пол, то есть тем самым мы как бы показываем свое превосходство над этим полом. Или над землей здесь. А вот разуваясь, человек ощущает эту землю собственными стопами, да, то есть вот он с ней как бы сроднился, и он, может быть, там камушки острые, да, вот он себя не защищает от этого священного места, да. Обувь же она защищает от воздействия окружающей среды, а вот в святом месте не нужно защищаться, в святом месте ты обнажен, по крайней мере твоя стопа обнажена. «Я Бог твоих отцов», — сказал он Моисею, — «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо, он боялся взглянуть на Бога. А почему такое определение? Почему Бог не сказал, я творец, я всесильный, всемогущий, всеведущий? Много же имен у Бога, и все они вполне верны. Почему Бог Авраама, Исаака и Иакова? А потому что какая Моисея разница, всеведущий он или нет, всемогущий он или нет, что он в жизни Моисея может изменить? А вот то же, что он изменил в жизни Авраама, Исаака и Иакова. То есть Бог ему говорит, мы продолжаем этот разговор, мы продолжаем этот союз, который был заключен задолго до твоего рождения, ты их наследник. Что было с Авраамом, Исааком и Иаковым, ты же об этом знаешь. И с тобой произойдет нечто настолько же важное и значимое. То есть я Бог, который вступает в отношения с людьми, не просто всемогущий, всеблагой, всеведущий и так далее. И это очень важная весть, которая и в книге Исход, и во всей Библии присутствует. То, что Бог не просто какой-то там трансцендентный, далекий от нас, невыразимый, немыслимый и так далее. Но он присутствует здесь и сейчас. И с ним можно войти в эти отношения, а иначе какой завет, какой договор, если бы этого было нельзя сделать. Более того. Я не просто вот какой-то Бог, я тот Бог, который вступает с людьми в отношения, тот Бог, который слышит молитвы, тот Бог, который на них отвечает. И здесь и сейчас я отвечаю на этот призыв, а ты пойдешь и сделаешь то, что я тебе скажу. Вот уже, собственно, заключается завет, договор пока только с одним Моисеем. Бог ему говорит, кто он такой и посылает его сделать нечто вполне конкретное. Вы думаете, Моисей так взял и согласился? С какой стати? Представьте себе, он пастух в пустыне. Египет — великая империя. Он приходит к главе этой империи и говорит, а ну давай отпускай всех своих рабов израильских. С какой стати? Кто он такой? Моисей очень четко это осознает. Но Моисей сказал, кто я такой, чтобы пойти к фараону и увезти сынов Израилевых из Египта? Бог ответил ему. Он не сказал ему, ты великий пророк, он сказал, я буду с тобой. Вот знак того, что ты мой посланник. Когда ты уведешь мой народ из Египта, вы придете и совершите служение Богу на этой горе. Вот, собственно, на этой горе будет дарован закон. И Бог говорит, смотри, я буду с тобой. Не беспокойся. Он мог бы ему сказать, смотри, я был с тобой, я был с тобой, когда ты родился. Мы читали в прошлой главе, как он совершенно чудесным с точки зрения обычной логики образом избавляется от смерти при рождении, как он находит свое место в жизни, как он оказывается вот, собственно, там, где он оказывается. И в этом явно есть рука Божья. Но здесь и сейчас Бог ему об этом не говорит. Он говорит лишь о том, что я буду с тобой. Это все как-то устроится. Не волнуйся на этот счет. Моисей спросил. Он задает очень разумный вопрос. Вот я приду к сынам Израилю и скажу, меня к вам послал Бог ваших отцов. А если они спросят, как его имя, что мне ответить? Логично. В Египте очень много богов. Но я не буду всех перечислять. Там Гор, Сетра, Сирис и так далее. И у каждого своя какая-то есть характеристика, у каждого там своя сфера ответственности, у каждого там свой характер, да? И тут он приходит к сынам Израиля и говорит, вот Бог меня отправил к вам, Бог ваших отцов. А какой он? Первое, что мы должны знать о Боге, это имя. Почему? Потому что мы тогда можем к нему обратиться. Мы можем его позвать по этому имени и мы можем вступить с ним в разговор. Если этого нет, то слово Бог это всего лишь прекрасная абстракция, которая не позволяет нам ничего ему сказать. Более того, Моисея Бог отправляет к израильтянам как своего представителя. Но для того, чтобы повесить, например, на посольство вывеску, надо написать, посольство какой страны, да? Посол какого Бога? Моисей, посол какого Бога? Что он ответит израильтянам? Бог сказал Моисею, я тот, кто я есть. Так, и ответится нам, Израиль, у меня послал вам тот, чье имя Эхье, я есть. Здесь знаменитая фраза Эхья, Шер Эхье на древнееврейском. И, по сути дела, Бог не отвечает на вопрос, какое его имя. Ну, смотрите, есть Гор, Сет, Ра, Сирис, вот эти египетские боги. Или там Зевс, Аполлон у греков, или там Юпитер, Марс у римлян. Ну, у каждого языческого народа свои боги. И сказать, а я еще один, я вот в этом длинном ряду, 125-й. Ну, это не про единого Бога, правда? И он говорит Моисею, что, по сути дела, я тот, кто я есть. Я существую. Более того, этот еврейский глагол быть, он означает актуальное присутствие. Не просто существует нечто, да? Но я присутствую. Я присутствую такой, каким я присутствую. Я здесь такой, какой я есть. Но тебе надо меня как-то называть. Скажи им, что меня послал я есть. Что мы должны знать о Боге? Ну, мы можем знать о нем многое. Но вот должны вот то, что по-настоящему важно. То, что он есть. Причем не просто есть абстрактно, где-то там, трансцендентно и выси. Но что он присутствует в нашей жизни. Что он вмешивается в эту жизнь. Что она ему не безразлична. Поэтому он Бог Авраама, Исаака и Иакова, ваших отцов. Он Бог, который действовал в их жизни. И вы знаете об этом. И вы можете присоединиться к этому завету. Вот к этой истории отношений с Богом. И он существует. И более того, присутствует здесь и сейчас. Вот это все, что вы должны о нем знать. Как вы его назовете? Ну, надо как-то вам его называть. Вот называйте его словом «я есть». Потому что он есть. В отличие от тех, которых нет. Которые только фантазии людей или какие-то рассказы о Богах. И еще Бог сказал Моисею. Ответься нам, Израилевам, что тебя послал Яхве, Господь, Бог их отцов, Авраама, Исаака и Иакова. Это имя мое навеки. Это имя мое из рода в род. По сути дела, Эхье, я есть. И Яхве, то имя, которым предположительно. Мы не знаем, как точно оно произносилось. Мы только буквы видим. Которым называли израильтяне Бога. Они связаны между собой. Тоже, как очень часто в библейском тексте. Имя связано с некоторой мыслью, идеей, выраженным словом. Выраженный словом, похожим на это имя. И вот нечто подобное мы видим здесь. Бога надо как-то называть. Давайте его назовем именем Яхве. Но израильтяне его перестали употреблять. Это понятно, потому что это священное торжественное имя. Они его заменяли словом Адонай, которое переводится Господь. Мой господин буквально. Соответственно, в переводах на русский это слово Господь. На английский это Lord. На французский это Senior. И так далее. По сути, слово, которое обозначает Господина с большой буквы. Вот тот, кто над нами Господин. Но это не перевод. Это некоторая замена непроизносимого, невыразимого, таинственного имени словом, которое позволяет, ну, как-то это имя употребить, вот не нарушая запрета на произнесение имени Божьего в Суе. С тех пор так оно и пошло. Итак, это имя мое навеки. Это имя мое из рода в род. В Библии это имя употреблялось раньше, еще в книге Бытия. Во второй главе оно уже есть. Но понятно, что книга Бытия писалась, наверное, все-таки не до того, как родился Моисей, да? А вот здесь упомянут эпизод, где это имя открыто людям. Да? С тех пор оно употребляется. Иди и созови, старейший на Израиле. Передай им, что Господь, Бог их отцов, Бог Авраама, Исаака и Акова, вновь, да, это определение, которое указывает на историю отношений, явился тебе и сказал, я обратил на вас свой взор и увидел, как поступают с вами египтяне. Я возвещаю вам, что уведу вас из египетского рабства в землю Хананеев, Хетов, Амареев, Перезеев, Хивеев и Ивусеев, в землю, что течет молоком и медом. Вот, все у вас будет хорошо, я вас уведу. Старейшины Израиля тебя послушают. Пойдут вместе с тобой к египетскому царю, и вы ему скажете, нам явился Господь, Бог евреев. Позволь нам уйти в пустыню на три дня пути и принести там жертву Господу нашему Богу. То есть, интересно, а ведь Бог предписывает им соврать или нет? Не говорите, он говорит фараону, мы уйдем от тебя навсегда. Это восток, это дело тонкое. На востоке не всю правду говорят сразу. Они говорят, позволь нам в пустыню на три дня пути, уйти и принести жертву Господу Богу нашему. Но он не добавляет, а потом мы вернемся. Потому что этого они совершенно не собираются делать, и фараон это должен прекрасно понять. Они просто ему говорят, не собираются сказать, мы уйдем от тебя, тиран и деспот, глаза бы наши тебя не видели, но мы идем поклониться Богу, потому что это на самом деле важно. Не то, что им надоело в Египте, хотя им там очень надоело, а то, что они идут на поклонение Богу, и это высшая ценность. Но она подразумевает освобождение из Египта. Если они уходят на три дня пути, ну кто их вернет, кто их найдет в этой пустыне? GPS-передатчиков еще нету, спутников еще нету. Их просто не обнаружат в этой пустыне никто и никогда. Тем более, если они пройдут эти три дня пути, то уже вернуть их не будет никакой силы, там, по сути дела, заканчивается уже власть египетского фараона. Вот это освобождение. Но освобождение через поклонение Богу, а не просто через бегство, восстание, социальную революцию, войну. «Я знаю, что египетский царь станет вас удерживать, невзирая на мощь руки моей. Я занесу свою руку над ним. Я сокрушу Египет чудесами невиданными, и тогда он вас отпустит». Обратите внимание, с самого начала говорится, что египетский царь станет вас удерживать, и Господь это знает. Потом нам это пригодится. Вот для будущего мы отметим, Господь просто заранее знает все про египетского царя. Ну, так бывает, когда некий человек обладает каким-то выдающимся свойством, например, упрямством, и нетрудно предсказать, как он поведет себя в той или иной ситуации. «Я занесу свою руку над ним. Я сокрушу Египет чудесами невиданными, и тогда он вас отпустит». Но преодолеется это только через некое действие сверхъестественного свойства. «Я сделаю так, что египтяне окажут вам милость, и вы уйдете из Египта не с пустыми руками. Ваши женщины попросят у своих соседок серебро, золото и одежду. Вы нарядите своих сыновей и дочерей. Вы уйдете из Египта с богатой добычей». А более того, это будет триумфальное шествие. Тут бы Моисеев взять, да и согласиться, и сказать, как это все здорово, а, конечно же, прямо сейчас я отправляюсь в путь. Как бы не так, но об этом уже в четвертой главе.